А это святая святых, пульт управления этой машиной Машинное отделение, огромное помещение А вот сами ковши Вот это вот самая верхняя точка конвейера Которая осуществляет загрузку вагонов Вот такие тут масштабы Друзья, хочу порекомендовать вам канал Unknown Rush Порекомендовать не за деньги, а от души Потому что меня зацепил необычный, порой пропитанный юмором Но тяжелый, а иногда даже страшный взгляд на забытую историю промышленной России На канале Unknown Rush вы найдете калейдоскоп из мрачных и отчасти психоделических фильмов С меняющийся сталками на заброшенные заводы и фабрики А может быть автор решит остаться жить на одном из этих объектов? Ссылка, разумеется, будет в описании к этому видео Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Android и его ведущий Stepable Сегодня я отправился в очередное приключение Я надеюсь посмотреть карьерную технику Но прежде, для того, чтобы до нее добраться Надо проехать по бывшей узкоколейной или не узкоколейной обычной железной дороге Вот это насыпь, которая сейчас простирается сзади меня Когда ты была этой самой железной дорогой Итак, вперед! По какому бездорожью мне только не доводилось лазить Ну вот это, наверное, одно из самых жестких для проезда на легковой машине Вот впереди хорошо видно остатки шпал Когда-то здесь проходила железная дорога А рельсы, естественно, уже все сняли На остатки шпал периодически попадаются поперек этой грунтовой дорожки В общем, да, настал такой момент, когда движение дальше практически невозможно Поэтому сейчас мне надо будет выбираться назад задним ходом И дальше уже до цели идти пешком Ну и вот причина того, что невозможно дальше продолжать движение То, что очень крутой склон и достаточно длинный свес переднего бампера Не позволяет мне заехать на этот склон Еще усложняет все немножко то, что здесь сделал своеобразный путепровод над небольшим ручьем Который журчит там слева В общем, выглядит все это весьма и весьма весело И вот здесь вот такая ямка Итак, буду пробовать выехать назад Ну и теперь мои приключения продолжаются только пешком Интересно, что параллельно бетонке здесь проходит железная дорога Такая достаточно сильно заросшая, но накат на ней хороший В общем, да, пешая прогулка у меня тоже сорвалась Мне пришлось устроить легкий марафон до машины Поскольку начался настоящий шторм Даже дерево упало по дороге, пока я бежал К сожалению, не успел это заснять И сейчас мне надо срочно выбираться по этой грунтовой дороге Пока ее совсем не развезло от дождя И искать все-таки Выезд на ту самую бетонку Которая идет вдоль железной дороги Вон что творится впереди В общем, мне сейчас надо отсюда выбираться И уже искать вариант, как проехать по нормальному Проехать на нормальную дорогу В общем, да, дорогие зрители На этом мои приключения вчера не закончились Я поехал искать объездную дорогу Для того, чтобы попасть на карьер И очень хорошо посадил машину Посадил так, что полночи вытаскивал Нашлись девушки, которые меня пожалели И пытались меня глубокой ночью толкать Но тоже безрезультатно В итоге утром я вылез при помощи уазика Дернул меня уазик И поэтому сейчас я вернулся на исходную точку И теперь уже точно знаю, что единственный путь Это путь пешком Потрясающей красоты места И настолько белый чистый песок здесь в карьерах Что просто приходится одевать очки от солнца Потому что, отражаясь на солнце Он реально слепит глаза, как снег И вот там вдали уже виднеются карьерные машины Огромные так называемые абзетцеры Хотя их существует множество модификаций И принцип действия у них несколько разнится А это и есть цель моего сегодняшнего путешествия А сейчас передо мной простираются карьеры На которых добывали фосфориты Это огромное-огромное углубление в земле Длиной порядка 5 километров Вот эта вот машина, которую я сейчас показал Работая открытым способом Она проходит такие огромные желоба в земле Снимая породу Пустую породу и руду В данном случае фосфориты И оставляет за собой такие огромные желоба И здесь можно видеть внизу было Грамотный подход к рекультивации карьеров земли Который практиковался в советское время Отработанные вот эти вот желоба Назову их так Засыпали песком И затем ровными рядами Словно по струнке Высаживали молодые елочки Честно говоря, сейчас Навряд ли эксплуатирующие Этот карьер Компании будут Заниматься подобной Рекультивацией земли Вот так вот выглядит карьер Пройденный Этими самыми абзетцерами Огромными экскаваторами Которые снимают породу И остается вот такая вот Выгрызенная в земле Продольная Иногда немного поворачивающая Углубление Длиной до 5 километров Чистейшая грунтовая вода И елистое дно Вот они, эти гиганты Уже совсем вблизи Огромные машины И сейчас я надеюсь У меня будет шанс Рассмотреть их Как следует Уже непосредственной близости Первым отправимся Смотреть немецкий монстр Такрав ЕРС 710 Производство еще Германской демократической республики У нас для подобных машин Прижилось название Абзетцер От немецкого Абзетца Выгружать в отвал Вскрышную породу То есть отвалообразовать На сайте производителя Кстати, фирма Такрав Была образована в ГДР В 1948 году Пережила крушение Социалистического строя И благополучно работает В наши дни Являясь лидером В производстве Специализированного Горно-рудного оборудования Итак На их сайте Этот класс машин Обозначается как Bucket Chain Excavators Или Многоковшевые цепные экскаваторы То есть правильнее будет сказать Что это полноценный Горно-добывающий Механизированный комплекс Экскаватор по высоте Может конкурировать С многоэтажным домом Работает это чудо От электричества Напряжение в 6 кВт Управляют им Два машиниста Один отвечает За добычу породы Второй за ее Подгрузку на лагон А это святая святая святых Пульт управления Этой машиной Именно Ковшами Погрузкой Множество Выключателей Обозначено тут Большинство Такими своеобразными Пиктограммами И я так понимаю Что вот это вот Сигнализация Типа приборной Панели В автомобиле Внутри машинного отделения Можно слышать Бесконечное Галдение птиц Огромное помещение Машинный зал Машинное отделение Вот чтобы понимать Размеры этого гиганта Я стою Прямо можно сказать В гусенице Этой машины И гусеница Я до нее достаю С трудом Только вытянутой рукой Вот такие тут Масштабы Это и есть Стрела Со множеством Ковшей Соединенных Между собой Цепять Именно они Зачерпывают породу И потом высыпают Ее на крутящийся Конвейер По которому Порода поступает Дальше Уже для погрузки Ее на вагоны Весь этот механизм Мы покажем Чуть позже Когда отправимся Наверх Смотреть Как устроены Эти конвейеры Вот это Самая верхняя точка Конвейера Которая Осуществляет Загрузку Вагонов Представляет Из себя Он такой Транспортер Закрепленный В виде стрелы И эта стрела Поворачивается То есть Для загрузки Вагонов Она как раз Должна переместиться Немного По часовой стрелке В сторону Железнодорожных путей И тогда Осуществляется Погрузка Породы На железнодорожные Составы А на заднем плане Шагающий экскаватор Который Как это правильно Называется Вскрывает Грунт Для Этой Огромной Машины Хотя и шагающий Экскаватор Не назовешь Маленьким И вот это Вот Внизу Вот эта часть Это как раз И есть Ковши Которые Грузят породу Порода попадает Потом на На приемную Мешалку И с нее Отправляется Уже На вот эту Вот ленту На разгрузочную Стрелу Виды конечно Отсюда Открываются Просто Впечатляющие Очень-очень Красиво На большой Высоте Смотреть на Вот эти Выработки На Местами Лазурную Местами Зеленую Воду Которые Наполняет Пройденный Карьер Вот она Кабина управления Шагающим Экскаватором За Поворот Отвечают Педали Я так понимаю Влево Вправо И вот Этими Рукоятками Осуществляется Подъем Спуск Ковша Собственно Амперметры Стоят Да не просто В амперах А в килоамперах Ну а Как еще думать На таких Мощных Машинах Вот здесь Вот Вольтметр И амперметр Именно Вот такой Вид Перед собой Видит Оператор Машинист Шагающего Экскаватора В момент Своей Работы Вот Передо мной Сейчас как раз Два двигателя Питаются эти машины От 6 кВт Только Вдумайтесь В цифру 6000 Вольт Потребляет Каждая такая машина К ним подходят Силовые кабели Ну и собственно Сюда на карьер Специально Проведена Линия Электропередач Вот еще Один двигатель Который Как я понимаю Отвечает за Подъем Ковша И вот эти Вот двигатели Поворотные Ну а вот Вид на машинный Отсек Назовем его Так С верхней точки Прекрасно Видно все Механизмы Двигателя Приводы Масштабы Здесь конечно Огромные Вполне Может сравниться С производственным Помещением Какой нибудь Небольшой Котельной Вот тот Самый Привод Который Я снимал Внизу Который Обеспечивает Подъем Стрелы Здесь Можно Видеть Мощные Троссы Собственно Принцип Работы Сам по себе Не сложный Вот именно Благодаря Этим Лапам Экскаваторы Называются Шагающим Потому что Они по принципу Ротора Опускаются И благодаря Им Экскаватор Может перемещаться Взад Вперед А также Очень интересный Момент На мощнейших Подшипниках Корпус экскаватора Может поворачиваться Вокруг Своей оси Конечно Размеры Подшипников Здесь Впечатляют Так же Как и Размеры Самого Экскаватора Вот Для сравнения Моя рука Вот это Вот следы Которые Оставляет Эта махина После своего Перемещения По Песчаному Грунту И к слову Сказать Этот экскаватор Был произведен В Украине На Краматорском Машиностроительном Заводе Да Вот такие Огромные Красивые Машины Строила Когда-то Наше Советское Тяжелое Машиностроение Ну а вот и Сам ковш Я Специально Забрался В него Чтобы Можно было Передать Реально Размеры Вот этой Махины И Задача Этого Экскаватора Вскрывать Грунт Для того Чтобы вторая Машина Могла Уже Грузить Ценную Породу При этом Время Время Видно, остались отпечатки от шпал, от путей, которые лежали немножечко ближе к карьеру А вот это чудо техники Путиукладчик, который производит перемещение путей вслед за экскаваторами Для того, чтобы можно было подавать под погрузку составы непосредственно под конвейер большого экскаватора Он может перемещаться на гусеничном ходу А может передвигаться по рельсам И в середине находятся, собственно, те самые манипуляторы, которыми и производится перекладка рельсового пути Это тоже относится к карьерной технике Завод Токраф и дата выпуска 1984 год Вся карьерная техника здесь как раз с начала 80-х Когда и началась промышленная разработка на этих карьерах фосфатов Фосфаты здесь уже не добывают Не добывают с 90-х И ведется только разработка песка То есть сейчас это песчаный карьер И, к сожалению, по имеющимся у меня данным Когда уже будет пройдена вот эта вот небольшая часть Которая отведена под карьерные разработки до лесополосы Выработка здесь прекратится Новую технику никто не планирует покупать Возобновлять добычу фосфатов тоже никто не собирается Запчасти на эти машины не приобретаются То есть в принципе техника просто дорабатывает свой ресурс Чтобы извлечь максимальную прибыль из продажи вот этого самого песка Никаких перспектив развития этого карьера Никаких перспектив у этой техники, к сожалению, нету И эти огромные машины через какой-то уже непродолжительный срок Которые проработали более 30 лет Пойдут на распил А вот и состав идет под погрузку И заработают скоро Эти огромные машины будут загружать в песок, в полувагоны А вот эти самые вагончики уже груженные песком уходят к потребителю Обидно то, что вся эта система, отлаженная десятилетиями за советские времена Сейчас попала в частные руки Ну и как в принципе вообще все в нашей стране И основная, единственная цель у владельцев предприятия, добывающего сейчас Это просто тупо извлечение прибыли Извлечение прибыли на пустом месте Сейчас не ведется разработка каких-то полезных ископаемых Сейчас тупо свелось все к добыче песка К продаже его максимально быстро И к выработке ресурса Этой интереснейшей, уникальной техники Которую я видел и которую я отснял для вас, дорогие зрители Ну и в заключении скажу несколько слов о том, что произошло с этой техникой За последние два года За истекшие два года, с того момента, как я отснял этот материал Который вы, дорогие друзья, видели в этом ролике Потому что снимал я этот материал в 2018 году И за это время разработки там прекратились В принципе, как я и предполагал, рассказывал вот в отснятом материале О том, что они дошли до лесополосы Разработки дошли до лесополосы И были прекращены И машины эти фактически сейчас остались не у дел На данный момент я там не был в этом году Но информация доступна в интернете о том, что сейчас там происходит Информация дошла до меня еще через знакомых На данный момент там разобраны железнодорожные рельсы По которым подходили составы под погрузку Соответственно, грузить уже там просто невозможно Рельсы, естественно, сдали в чермет И, в принципе, несложно предположить, какая незавидная участь Ждет эти уникальные, очень интересные, очень редкие в наших краях машины Эту технику В данный момент есть информация о том, что вот этот вот многоковшевой монстр Токраф выставлен на продажу за 40 миллионов рублей Да-да, техника эта очень недешевая Эта техника имеет весьма узкую сферу применения В основном это касается только вот как раз горнодобывающей промышленности Разработок И, соответственно, найти покупателя на такие машины будет достаточно непросто Потому что, если даже предположить, что найдется потребитель этой техники Где-то за тысячи километров от Воскресенска Где сейчас базируются эти машины То, соответственно, потребуется демонтаж этих монстров Их доставка в другой регион И дальше там потребуется еще монтаж этих машин Который займет от нескольких месяцев до года по времени И потребует привлечения грамотных специалистов Как правило, монтаж вот в эксплуатацию таких машин Он происходит в присутствии специалистов завода-производителя Поэтому, даже если есть потребитель для этих машин Которому было бы интересно их приобрести В принципе, это становится уже экономически не очень целесообразным Предприятием покупка такой машины Поэтому, к сожалению, увы, несложно предположить Что же ждет эти машины в недалеком будущем И хочется еще несколько слов сказать о производстве Ради которого, собственно, эти огромные монстры Были смонтированы в Воскресенском районе Закуплены в 80-е годы и смонтированы в Воскресенском районе Это Воскресенский химический завод Который производит широкий спектр удобрений Завод, кстати, и по сегодняшний день функционирует И вот эти вот машины, они добывали руду Добывали фосфаты Которыми, как оказалось, Воскресенский район богат И в 90-х годах, к сожалению, во-первых, в результате падения Спроса на удобрения В результате начавшегося спада в сельском хозяйстве И падения спроса на удобрения И в результате вообще общей картины разрушения экономических связей в стране К сожалению, вот эти вот рудники оказались не нужны Поэтому, собственно, машины оказались заброшенными Ну, не заброшенными, а перепрофилировали их на добычу песка А на сегодняшний день Воскресенский химический завод Получает сырье Откуда бы вы думали Ну, как всегда у нас все через одно место пошло После развала Советского Союза Воскресенский химический завод сейчас получает апатиты Это является одним из основных компонентов Одним из основных компонентов для производства удобрений Получает он их из Хибин Из Кировска С предприятия Фосагры Где находится крупнейший в Европе рудник По добыче апатитов И, может быть, даже, если не ошибаюсь, крупнейший в мире И у меня есть оттуда видео Сейчас будет в верхнем правом углу подсказочка Можете перейти по этой подсказочке Посмотреть ролик Где я нелегально проник внутрь этого рудника И отснял какие там масштабы Насколько серьезное там производство В общем, вот несколько лет назад мне довелось побывать На этом предприятии, которое добывает апатиты И поставляет их не только нашим отечественным производителям удобрений Но и является экспортером по всему миру Друзья, не забудьте поддержать этот ролик вашими лайками Это очень важно для развития нашего канала Поделитесь им со своими друзьями Я думаю, что им тоже будет небезынтересно увидеть весь этот материал Я с вами прощаюсь, всего вам самого наилучшего И до скорых встреч, пока!